В этом крестьянско-фермерском хозяйстве гусям не страшны морозы, особо ощутимы и здесь, на крайнем севере области. По соседству коровы пасутся прямо в лесу. Времени, которое можно провести на свежем воздухе, у них совсем немного. Лето здесь короче, чем в других территориях региона. Всего на ферме семьи Фрик около 50 животных, кроме гусей и коров, еще куры, утки, свиньи, телята и козы. Раньше основные доходы поступали за счет продажи мяса и поросят. Теперь решили попробовать взять молочное поголовье. Всего в Казачьем-Скаленском районе таких ферм семь, и большинство из них работает себе в убыток. Сложно, сложно работать. В чем? В том, что мы в конце сентября скотину КРС, то есть уже ставим в загон, сколько нужно сена косить. Это с сентября месяца и по почти май месяц они у нас стоят в стойле. То есть вот тяжело вот из-за этого, что нет техники своей, нет возможности косить самим, значит, и приходится покупать. Сложности здесь есть не только у фермеров, но и у тех, кто занимается традиционными промыслами, рыбалкой и охотой. Однако администрация района намерена сельское хозяйство поднимать всеми возможными способами. Один из проектов готовы внедрить уже в ближайшее время. Эта история многим знакома с детства. За счет средств муниципального бюджета будет закуплено около ста тёлок. Они бесплатно передаются каждой сельской семье, где рождается ребёнок. Животное приносит потомство. Тёлок забирает администрации и передаёт следующим нуждающимся. А быков оставляет себе семья для дальнейшего воспроизводства поголовья. А вот интересно, чей он? Как чей? Он наш. А вот и не наш. Корова у нас чья? Государственная. Мы ведь её на прокат взяли. Значит, и тёлёнок государственный. Шарик, Шарик, помолчи, пожалуйста. Корова государственная. А всё, что она даёт молоко или телят, это уже наше. У областного минсельхоза взгляд на развитие отрасли в северных районах более реальный. В рамках целевой программы фермеры могут рассчитывать на гранты. По поручению губернатора, специально для молочных хозяйств, профильное министерство разработало отдельный конкурс. Его победители смогут получить из областного бюджета почти 12 миллионов рублей. Одним из условий, когда проходить будут конкурсы, что в территориях, там, где изъявилось желание фермер заниматься молочным животноводством, нет сегодня крупных молочных ферм. Для того, чтобы создавать производство и был избыт продукции. То есть, чтобы не было препятствий друг другу. А есть территории удалённые, как вы назвали, те же северные, которые сегодня не имеют своего производства натуральных продуктов, тех же самых молочных. А есть сегодня там детские сады, есть школы, есть социальные объекты, в которых необходимо, так сказать, поставлять молочную продукцию. Это как раз и возможность обеспечить и создавать рабочие места. По словам Ирины Бондаренко, на грант от областного министерства могут рассчитывать также начинающие фермеры и владельцы семейных животноводческих хозяйств. Условия для вступления в программу можно узнать на официальном сайте регионального минисельхоза. Галина Тюрнева, Николай Крупченко. Новости сейчас. Редактор субтитров А.Семкин